Великого Господино Отца, Нашего Геннеза, Отечественного, Тряхово-Сковского, Симия Уссей, И Господино Отца, Нашего Англажившего, Аллуты, Митрополита Киевского, Сисцена Украины, И Господино нашего Воскресеньшего, Платона Митрополита, Тряхово-Сковского, И Керченского, Настоятельность и Хмельцкого, Приводит Святого Крама Всего и вся Православная Гражданин. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Будучи сосудом избранным Божьей благодатью, он смог миру всему в самое тяжкое трудное время проповедовать Христа. В тот момент, когда народ... Когда власть придержащая и церковные власти поколебались. В тот момент, когда, казалось бы, грехи превзошли меру терпения Божия. Поведовал до конца, не дрогнул, не подписал флорентийскую унию. Ибо там во Флоренции и Византийский император, и патриарх, и все архиереи православные, в том числе даже и митрополит Московский, и всея Руси, и Владимирский, тоже подписали унию. В флорентийскую унию, а архиепископ Ефесский Марк не подписал. Как там не пытались на него дарить? Он исповедовал веру православную. Он обличил ереси западные. И когда они уже не смогли бороться с ним богословски, когда они поняли, что они несостоятельны пред ним, вот тогда они решили прибегнуть своим излюбленным методом, нажимом, давлением, пытком и прочим. Но Бог хранил своего избранника. И чудом Божиим Марк спасся, покинул эту страну и вернулся в свое Отечество. Один единственный из всего Сонма, сын Клита, императора и епископата, с патриархом. Там тоже непонятная история, потому что патриарха нашли мертвого. Подписал он или не подписал, или за него подписали. Но уже мы этого не узнали. И тем не менее, уния была принята. Флорентийская уния. Но не так судил Бог. Эту унию заключали для того, чтобы спасти Византию. Не спасли. И кровью своей они не скупили грех отступничества. И не состоялась уния Флорентийская. Рухнуло. Сам папа. Когда увидел, что подписи Марка нет, он сказал, зря мы старались. И действительно зря. Он прекрасно понимал. Видел. И казалось бы, если так углубиться в историю, в тот момент самое шаткое было положение Ватикана. Трое пап было в тот момент. Друг друга не признающих. Но для них это было выгодно политически. Еще и еще раз доказывает западная цивилизация, что не Бога они ищут, а власть. И поэтому сейчас, вспоминая память этого великого святого, которого так возлюбил Бог, и которого так прославляет церковь, греческая церковь, византийская, особо чтит Марка Ефес. Не только день его памяти чтит, но и в Великий пост, в пятую неделю Великого поста празднуется память святителя Ефеса Медвага Ефеса. Как особого святителя, особого святого, который смог устоять и сохранить свою паству от нечестия, от обмершления, от падения. Когда на престол была поставлена чаша, в которой было три скрученных бумажечки с именами. Три имени. Ермоген, который я носил в иночестве, Григорий, в честь моего Отца Духовного, и Марк, в честь святителя Марка, которого я особо почитаю. И вот такую милость мне дали избрать имя, которое мне укажет Господь. И Господь открыл именно это имя. Я достал записочку с именем Марка. С этим именем меня и постылили. И отдать все свои силы и душу свою на служение Богу, Церкви и народу Промыслову. Святитель и Отче Марка, моли Богом. Аминь. Праздник. Ваше Высокопреподобие, здоровый Бог. Мирное Жить Мое, здравие, спасение, во всем благое посвящение подашь Господи, великому Господи, Мятцу нашему, святейшему Патриарху Московскому и все Руси. И Свято-Троицкий, Сергею, Лаври, Священную Архимандриту, Кириллу, и сохрани его на многое лето. Многое лето, многое лето. Многое лето, многое лето. Спаси, Христе, Боже, спаси, Христе, Боже, на многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето. Здравие же и спасение. Вижу, какой огромной любовью исполнены ваши сердца. Я чувствую свое недостоинство, чувствую свое несовершенство. И очень хотел бы всю жизнь свою и душу, и сердце положить ради ближних, ради вас, ради спасения нашего, ради того, чтобы предстать пред Богом вместе с вами за ваши молитвы. Благодарю вас за ваше терпение и снисхождение ко мне, грешному. Сознаю свое достоинство, свои немощи. Но я так же люблю вас, как и вы любите. Так же горю сердцем, как и ваши сердца. Для меня очень дорога и бесценна ваша любовь. И эту любовь я приношу, как драгоценное сокровище своего сердца пред Бога. Говорю, Господи, вот эта любовь, которую даруешь ты моим детям духовным чадом и мне, грешнику. Прими этот бесценный дар. Потому что только ты можешь оценить это так, как не оценит никто другой. Благодарю вас, дорогие братья, и все. Благодарю вас, отец Андрей, за теплые и искренние слова. Спасибо, Господи. Сверху вас, Богдан. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...